Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок! С вами Юлия Кондратенок, и сегодня я хочу рассказать вам об основных ошибках при формировке и обрезке груши и о том, как избежать этих ошибок в дальнейшем, чтобы получить здоровое, хорошо сформированное, удобное в уходе дерево и, самое главное, эффективно работающее. Первая ошибка потому, что мы делаем ее в первые же годы жизни растения. Это слишком высоко заложенная крона. По нормативам, для того, чтобы вам в первую очередь было удобно ухаживать за деревом, чтобы оно имело невысокий рост, чтобы оно было компактным, крона у груши должна быть заложена на высоте порядка 70 см плюс-минус допускается. И ошибку делают те, которые позволяют заложить первый ярус скелетные ветви на высоте метр-полтора, а то и выше. С таким деревом в дальнейшем работать очень и очень сложно. Для того, чтобы крона груши была заложена в первый год там, где нужно, не забывайте при посадке, а ведь весна уже скоро, провести укорачивание центрального проводника на высоте приблизительно полтора метра. В таком случае ветки будут закладываться именно в той зоне, которая нам необходима. Вторая ошибка. Сильный рост ствола и очень слабое ветвление. Это бывает в том случае, если мы, во-первых, не провели укорачивание, а во-вторых, если мы грушу, яблоню, любое растение очень интенсивно кормим азотными удобрениями. Мы заложили слишком много органики, мы сыпем ее неумеренно, и дерево растет. Очень быстро, очень сильно, слабо ветвится, практически не закладывая хорошие ветви на нужных местах, без формирования ярусов, или формирует очень большие, очень голенастые, голые ветки без ответвления. Это плохо. Третья ошибка, которую мы делаем, это слишком рано убираем центральный проводник. Бывают ситуации, конечно, когда центральный проводник гибнет из-за болезни. Допустим, появился рак, или растение получило механическую травму, сломался центральный проводник. В таком случае молодому дереву обязательно нужно выгнать новый проводник и, конечно, убрать конкурентов. Четвертая ошибка, которую делают наши садоводы в работе с грушей, это оставление нескольких конкурентов и острые развилки ветвей. Вот на данном дереве вы можете видеть сразу две ошибки одновременно. Обратите внимание, выраженный центральный проводник отсутствует. Вместо него четыре ветви, которые отходят друг от друга под очень острым углом. Формируется очень невыгодная развилка с точкой напряжения. Что значит точка напряжения? Это значит, что в этом месте с большой долей вероятности образуются трещины, разломы, разрывы, кроны и, как следствие, гибель дерева. Это мы допускать не должны. Если у нас в процессе роста груши формируются острые развилки, мы должны либо удалить такую ветку, пока она не стала слишком толстой, желательно в первые годы жизни, либо, если она находится в хорошем, выгодном положении, мы должны ее отклонить. Чем раньше вы это сделаете, тем прочнее будет крона, тем правильнее она будет и тем здоровее будет ваше дерево. Центральный проводник можно будет удалить только тогда, когда ваша груша достигнет заданной вами высоты, 3,5 метра 4 максимум, чтобы вы могли хорошо за ней ухаживать, грамотно обрезать, обрабатывать. Пятая ошибка, которую делаем мы при формировании дерева груши, при ее обрезке. Это однобокая крона. Часто бывает так, что с одной стороны дерева закладывается гораздо больше ветвей, чем с другой. Вот как можете видеть здесь, в сторону уходит раз, два, три, слабые ветки, четвертая посильнее, а в другую сторону всего две. Однобокая крона – это причина того, что дерево со временем наклоняется и склонна к тому, чтобы упасть, рухнуть под сильной нагрузкой, особенно в дождливую ветреную погоду летом. Поэтому, если у нас закладываются ветви неравномерно, удаляем лишнее с той стороны, где их слишком много. Либо переводим, перетягиваем ветку при помощи распорок, растяжек на нужное место, в свободный сектор кроны, чтобы дерево имело крону уравновешенную, равномерно развитую во все стороны. Только такое дерево будет устойчиво и к нагрузке урожаям, и к неблагоприятным погодным условиям, к сильному ветру с дождем. Шестая ошибка. Мы не учитываем то, что подавляющее большинство груши обладает очень интересными свойствами, а именно, хорошей пробудимостью почек, то есть способностью почки проснуться, дать из нее листья, цветки, побеги. И в то же время слабым побегообразованием. Можно видеть, что иногда груша дает очень длинную ветку и без обрезки, а она очень неохотно ветвится. Ветки получаются голенастые. Они паникают, повисают и, как следствие, часто ломаются, либо мешают ухаживать за деревом. При обрезке, при формировке груши следует помнить такое правило. Чем сильнее мы укорачиваем побег груши, тем более мощные волчки, тем более мощные побеги будут формироваться на оставшемся кусочке ветви. Поэтому для груши оптимально проводить укорачивание однолетнего прироста максимум на 1 треть, 1 четверть от общей длины. Это немного остановит ее рост, но не будет провоцировать образование очень сильных растущих волчковых жирующих побегов. Ну и, наконец, мы очень часто допускаем у груши загущение кроны, позволяя ей неумеренно ветвиться, образуя большое количество волчковых побегов, которые иногда загущают крону настолько, что на дерево сложно влезть и к нему очень сложно подойти. Не допускаем загущение кроны груши путем грамотной прореживающей обрезки. Что значит прореживание? Это значит, что мы удаляем загущающую ветвь до основной ветви, если это скелетные, либо до ствола, вырезая на кольцо, ни в коем случае не оставляя пеньков. Ведь оставленный пенек либо станет причиной заболевания, либо станет местом образования еще большего количества волчков. Получится, как в легенде про Геракла и Лернейскую гидру. Срубаешь одну голову, а вместо нее вырастает несколько. Поэтому прореживаем крону, удаляя все загущающие ветки и раскладывая ветви в разные стороны при помощи перевода на боковое ответвление, допустим, либо путем отгибания тех веток, которые растут слишком вертикально, но в то же время находятся в очень хорошем месте. Соблюдая эти правила, с самого малого возраста груши мы получим хорошее, устойчивое, прекрасное дерево, которое прослужит вам долгие годы, радуя урожаем здоровых, полноценных плодов. Процветания вам и вашему саду! Подписывайтесь на наш канал и спасибо вам за ваши лайки. До новых встреч на Процветке! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok